Каков механизм реализации выплатных детей и как рассчитывается пособие по безработице? На самые актуальные вопросы по социальной помощи населению специалисты ответили сегодня в режиме онлайн. Прямая трансляция велась в одной из социальных сетей. Вопросы от жителей республики принимали ВКонтакте в паблике «Чуваши без паники». За три дня под постом собралось более 250 комментариев. Просили разъяснить порядок выплат или объяснить принятые меры поддержки. Многих волнует материальная поддержка семей с детьми. Выплаты тем, где растут дети с 3 до 7 лет включительно. Для этого нужно оформить всего одно заявление. Представление каких-либо дополнительных справок, документов не требуется. Всю необходимую информацию органы социальной защиты будут получать в рамках межведомственного электронного взаимодействия. Заявления на выплаты в условиях пандемии принимают удаленно через портал госуслуг или на сайте пенсионного фонда. Кроме того, что сайт несколько раз подвисал, некоторые родители столкнулись с ошибкой при добавлении СНИЛС. Это могло случиться из-за неверно расставленных пробелов в номере документа или из-за системной ошибки, пояснили в пенсионном фонде. В этом случае стоит обратиться на горячую линию регионального управления. Заявления на выплаты принимаются до 1 октября. Те, кто их уже оформил, интересовались сроками. Все заявления, включительно поступившие по 22 число мая, мы рассмотрим до 26 мая. Средства по ежемесячным выплатам будут произведены, перечислены 28 мая. По 10 тысячам в указе, также было сказано и в правилах выплаты сказано, выплата производится в июне. Если даже мы решение примем, выплаты будут произведены после 1 июня. Наряду с вопросами поступали и предложения. Так, многодетные семьи обеспокоены подготовкой детей к новому учебному году. Ну и предложение по поводу выплат многодетным семьям к учебному году, оно, несомненно, интересно. И будет нами оценено с учетом тех фактических выплат, которые сегодня с семьей производятся. Ну и с учетом наличия источников финансирования, за счет которых любая мера поддержки должна быть обеспечена. За час прямого эфира специалисты ответили более чем на 20 вопросов. И о поддержке семьи с детьми, и о ситуации с теми, кто остался без работы. Видеозапись доступна в сообществе «Чувашие без паники». Подробно о полагающейся поддержке в условиях борьбы с коронавирусом можно ознакомиться на портале госуслуг по телефонам горячих линий Министерства труда «Чуваший» и Центра занятости населения региона. Ирина Волкова, Андрей Спиридонов, Республика.